Всем приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья и счастья, радости и любви, мои дорогие. И сегодня хотела бы с вами рассмотреть вопрос такой, очень даже деликатный. То есть, лучше выходить замуж за итальянца или лучше быть самостоятельной и получать социальные выплаты в Италии? Итак, поехали, дорогие мои. Какие социальные выплаты в Италии и как их выдают, мои хорошие? Дело в том, что вот недавно было у нас реддит и читадинанса, то есть, если вы, так сказать, читадина итальяна, типа итальянское гражданство у вас есть, и доход годовой не превышает 9500 евро, вам дают реддит и читадинанса. Реддит и читадинанса – это значит выплаты на продукты. Вы можете покупать все, что угодно, кроме вина и водки, в смысле, кроме ликер-водочных изделий. Также можно покупать было велосипеды, как типа чек. И по нему можно было оплачивать любые продукты, любые чистящие средства, любые, в общем, все, что есть в супермаркетах. То же самое можно оплачивать и одежду, и велосипеды, и, в общем, все, и самокаты, и все такое прочее. Сейчас эту реддит и читадинанса отменили, и есть еще одна тоже реддит. То есть здесь уже годовой доход на семью, дорогие мои, вот в чем дело-то, годовой доход на семью не должен превышать 8500 евро. И тоже, тоже дают до 800 евро в месяц. Это хорошие деньги. Плюс суммовой доход почему подсчитывается здесь? То есть если вы в квартире, в доме и так далее, в жилом помещении, кто прописан, неважно, родственники вы, не родственники, муж у вас, ребенок и так далее, подсчитывает суммарный доход всей семьи. Работает кто там или на пенсии кто там, муж, жена, дети, если работают, подсчитывает суммарный доход годовой. И вот из этого суммарного дохода, если у вас не превышает вот эту сумму, то вам выплачивают социальные выплаты. Дорогие мои, 800 евро в месяц можно вообще не работать. Но, значит, вы должны быть прописаны одна в квартире или одна где-нибудь в доме и так далее. Если вы выходите замуж за итальянца, то он тоже там прописан. Вот у меня, например, Винченция, мы с ним прописаны вдвоем. У него есть пенсия сейчас уже, один год он получает, то есть пенсия у него 1000 евро, то есть это уже 12 тысяч в год. Все, никаких социальных выплат. Понимаете, какая-то вот палка о двух концах, это только пенсия. То есть если еще какой-то заработок, то тоже он прибавляется и тоже о социальных выплатах можно просто забыть. То же самое про пенсию, дорогие мои, тоже социальная пенсия для женщин и для мужчин также в 67 лет. Дорогие мои, в 67 лет, если у вас нет стажа 20 лет, то она вам выплачивается и тоже 550 евро в месяц. Это тоже хорошие денежки, но здесь тоже суммарный доход семейный учитывается. То есть он тоже не должен превышать 11 900 евро в год. В общем, получается, что если у Винченции, например, пенсия 1000 евро, но если она даже 1010, то все, Алис, нужно ждать до 71 года. Дело в том, что я сейчас консультировалась в социальной службе и, в общем, мне сказали, что в 71 год, если я пойду на пенсию, то рассчитывают мою пенсию из тех контрибутов, из тех отчислений в пенсионный фонд, которые я сделала. То есть посчитали все, даже то, что я, когда у меня было агентство матримониальное, брачное агентство, и я платила по 4000 в год в 6 лет, то есть все равно получилось, что у меня пенсия будет всего 70 евро в месяц, дорогие мои, то есть из всех моих отчислений. Как они там считают, что, может быть, человек должен прожить до 110 лет или до 105, и вот из этого расчета, что вы отчислили, вам потом их и отдают. Типа, но прожить вы должны долго. В общем, дорогие мои, вот такая сегодня тема. То есть если вы живете одна, так сказать, без мужа, или муж есть, но он прописан в другом месте, как сейчас многие делают, или не муж, а вот, так сказать, компания, как они говорят, хороший такой друг, но у каждого своя прописка. То есть вы имеете право получать социальные выплаты. То есть если, например, сейчас я официально нахожусь как безработная в Чентур Дим Эмпегу, там типа я зарегистрирована как безработная, и у меня никакого дохода, то есть я проживаю, и мне вот положено социальное выплату. Если вдвоем, втроем, даже если вы, так сказать, не родственники. У меня был такой случай, что я была прописана у своих друзей. И когда я пришла просить, так сказать, социальную выплату, одну из них, если бы я была одна прописана, то мне ее дали, но поскольку я прописана у друзей, я говорю, они же мне не родственники, они говорят, ничего страшного, все вы прописаны, все вместе. Поэтому нужно предоставлять вот этот доход суммарный от тех, кто прописан внутри жилого помещения. То есть если вы прописаны вдвоем, втроем, в четвером, суммируются все доходы, дорогие мои. То же самое с моей подругой. У нее здесь есть жилье социальное. Ну как социальное, поскольку оно новое, она платит тоже как будто за аренду жилья. Сначала, когда были дети маленькие, у нее суммировался ее только доход, поскольку у нее была небольшая зарплата, у нее получалось, что она платила по 90 евро в месяц за, так сказать, за аренду этого жилья. Потом девчонки подросли, начали работать, и вот этот вот суммарный доход увеличился, и даже за аренду жилья у нее получилось, что она платила 250 евро в месяц. То есть суммируется доход всех-всех членов, не семьи даже, а тех, кто прописан вот в этом жилье. Поэтому, дорогие мои, если там муж-итальянец очень и очень и очень богатый, и он вам, так сказать, дает много-много-много денежек, то это одно. А когда там не очень, так сказать, доход его позволяет, то смотрите сами, стоит ли прописку делать вместе с ним, или лучше отдельно прописку делать. То есть не обязательно, что он, так сказать, может мужем вам быть, но если вы живете отдельно, вы тоже имеете право на получение социальных выплат. Главное, чтобы не было прописки, прописки вместе в одном жилье, дорогие мои. Ну, в общем, сегодня вот у меня такая тема, мои хорошие. Поэтому тут палка о двух концах. Ну, конечно, и что хорошее, если вы там замуж за итальянца выйдете, быстренько, через два года буквально, во-первых, сразу дают вид на жительство, а во-вторых, через два года буквально, после того, как у вас сертификат матримониальный, так сказать, есть, вы можете подать уже на чатодинанца итальяна, то есть на гражданство итальянское. Если вы не замужем за итальянцем, то вот эту подачу документов на итальянское гражданство можно подать только через 10 лет. И через 10 лет, что вы уже проживаете в Италии и работаете в Италии. То есть последние три года вы должны предоставить контрибуты, и за последние три года вы должны предоставить суммарный свой доход, который будет не ниже 9,5 тысяч в год. То есть тоже рассматривается очень и очень и очень долго. Дорогие мои, то есть здесь вот это выгодно, если вы замужем за итальянцем, после двух лет рассматривается очень быстро, никакого дохода не надо предоставлять, просто предоставить справку, что вы замужем за итальянцем, ну и, конечно, там справку о несудимости и так далее. Но дело в том, что через два года вам уже дают итальянское гражданство. С итальянским гражданством хорошо путешествовать. Во-первых, не нужны визы практически во все страны. Это очень и очень и очень выгодно, дорогие мои. В общем, смотрите сами, думайте сами, выгодно или невыгодно выходить замуж за итальянца. Ну и еще что дает замужество с итальянцем? Ну, замужество с итальянцем – это весело, но это тоже палка в двух концах. У некоторых бывают такие мужья зануды, но в основном итальянцы все нормальные, ну, которых я встречала. А там, кто его знает, может быть и другие. Могут быть и другие, так же, как и везде, во всех странах. Ну, конечно, еще и от возраста зависит. Если, например, вам уже там за 30, скажем так, но я, грубо говоря, потому что женщины у нас не стареют никогда, конечно, хочется, чтобы было еще и мужское плечо, чтобы можно было на него опереться, можно было вместе погулять, вот как мы по морю гуляем, так и везде, так же самое, что все-таки могут случаться такие ситуации, как у меня случилось, были операции. Ну и, конечно, Винченц меня поддерживал, что и говорить. Поэтому, когда вы живете одна, подруги – это подруги, а муж – это муж, ну, или, так сказать, компания, друг хороший, который вместе с вами проживает. Ну и, конечно, так. Потому что столкнулась с тем, что и дети, конечно, дети – это дети, но когда они вырастают, у них уже самостоятельная жизнь. А вы должны думать про себя сами. Ну а муж или друг, который с вами вместе проживает, конечно, это тоже такая компания. И телевизор вместе можно посмотреть, какой-нибудь фильм, как вот мы перед Новым годом вместе смотрим «Ирония судьбы» и с легким паром – это у нас уже как табу. И это весело, и это хорошо, и вместе переживаем, и вместе вот сидим, и это нам весело. Как я говорю, вместе гуляем, вместе ездим на терме, вместе ездим, ну, везде. Везде, потому что одной – это скучно, а с кем-нибудь – это весело. А с кем-нибудь, когда вот уже друг проверенный, с которым мы ездили и во Францию, и в Лондон, и в Россию несколько раз – это здорово. Это уже немножко другое. То есть можно поделиться своими впечатлениями, можно друг друга утешить, когда вот какие-то ситуации другие возникают. В общем, это тоже большой-большой плюс. Ну, в общем, сегодня у меня такая тема – вот социальные выплаты и замуж за итальянца. Как это выгодно и как это не очень. Ну, в общем, дело в том, что нужно всех предупредить. А предупредить можно выходить замуж, как я говорила, а не прописывать его в своей квартире или наоборот. Ну, в общем, это тоже очень и очень сложно, дорогие мои. Но это все возможно. То есть государство дает выплаты, но чтобы вы где-то там жили отдельно. Ну и, конечно, учитывается, если у вас есть собственное жилье. Если у вас есть собственное жилье, даже если у вас реддит, так сказать, не превышает этой минимальной суммы, то тоже могут отказать и вот в этой их социальной выплате. Тут итальянцы тоже очень и очень и очень хитро все делают. Еще хотела сказать о том, что если человек, например, на пенсии и начинает работать, то тоже приходят большие налоги. Поэтому тоже очень это палка о двух концах. Если хочешь подработать немножечко, нужно находить что-нибудь, так сказать, неофициально. Но здесь, в Италии, это тоже очень и очень сложно найти. Но все равно как-то кто-то выкручивается, и все равно жизнь прекрасна и удивительна. Дело в том, что Италия – это Италия. И солнце, и море. Я не говорю про всю Италию, я говорю про наш город Виориджи, как обычно. Уже многие-многие соблазнились моими видео и хотят приехать сюда. Многие уже приезжали, и мы уже встречались живьем, так сказать, и вместе пили кофе, и вместе ходили, гуляли, и вместе разговаривали, и обнимашки, и целовашки. В общем, дорогие мои, жизнь прекрасна и удивительна. И вот такая у меня сегодня тема. И, как обычно, я делюсь с вами всякими-всякими-всякими моими впечатлениями о нашем городе Виориджи. Здесь у нас есть и пинета, вот такая аллея, где сейчас очень и очень и очень прохладно, и есть всякие разные кафе-мороженое. Такое вкусное здесь есть, в кафе Нилус. Мы вчера как раз остановились, потому что было жарко, и здесь остановились, и поели вкусного мороженого, а потом все-таки соблазнились, и поехали погуляли по морю. По морю сейчас очень хорошо гулять, и очень хорошо купаться. Можно сидеть в воде час и полтора. Вода очень и очень теплая. Не только для детей, и для взрослых. Тех, кто хотят плавать, кто любит плавать, и кто любит сидеть в воде, сейчас именно вот такой сезон. Потому что когда заходишь в воду, уже выходить не хочется. Вода очень и очень и очень приятная и очень теплая. И в этом году она еще и чистая. Практически всегда, когда мы ходим на море, вода прозрачная и чистая, дорогие мои. Ну и, конечно, еще вечерние прогулки. Каждый вечер что-то, какое-то праздничное настроение делают. Потому что сейчас уже, как они говорят, начинаются белые ночи. Белые ночи, когда никто не спит. Потому что на самом деле они здесь черные. Ну и вот, как эти белые ночи и магазины открываются уже, не закрываются в 8 часов, а закрываются где-то в 11, полдвенадцатого. И кафешки все также работают. И, конечно, праздничное настроение, потому что везде играет музыка. Сейчас вот уже и фонтаны такие разноцветные, которые пляшущие. И, в общем, для детей всякая вот такая вот интересная штука. Все, короче, веселятся и ликуются. Вчера ночью у нас караоке пели под окном, аж до 12 часов. Так что мы засыпали вчера под песни итальянские, под те, которые эпоха, под ретро. Потому что современные песни никто практически не поет. Поют все песни вот ретро, которые про любовь. Про любовь, мои дорогие. Ну, в общем, мои хорошие, сегодня у меня такая тема практически про любовь. Замуж за итальянца. Вот у меня один есть. Ну, палка о двух концах. Если хотите социальные выплаты получать, то нужно сначала все это просчитать. Или любовь и социальные выплаты нет, или вот одной находиться и получать социальные выплаты. В общем, дорогие мои, можно и подработать, и вместе находиться. В общем, все это нужно иметь в виду, мои хорошие. Ну, а у нас пока сейчас... Я еще пока молодая, до пенсии мне далеко. Реддит мне пока никакой не платит, но ничего. Как-то мы вот справляемся. Вдвоем мы с этим совсем справляемся, и у нас все размеренно. Потому что если хорошенько посчитать, то для счастья нужно не так уж и много. Как поется в хорошей песне Рамина и Альбана Пауэр поет. То есть здесь еда, если вы нормально рассчитаете. И в ресторан можно сходить, и пиццу поесть, и самим можно приготовить. В общем, это все нормальные цены. И все это можно просчитать, и можно все это успеть сделать. И на термос ездить, и по морю походить. Иногда и на катере прокатиться, если у кого голова не кружится. Иногда и можно и на водопады съездить. Главное, чтобы вы были счастливы. Главное, чтобы все были здоровы, счастливы, любимы. И все будет хорошо. Тем более, что сейчас лето, и у всех летнее настроение. И светит солнышко, и тепло. И не нужно надевать в себя много всяких вещей. Достаточно каких-нибудь шортиков или сарафанчиков. И вперед. Ну и, конечно, купальники. Потому что... Ну и еще хотела, конечно, поздравить сегодня всех Оли. Олечек, Алюшек. Потому что сегодня наш день. Сегодня именины Ольги. Поэтому всех я нас поздравляю. Ну и, как обычно, желаю всем Олечкам здоровья, счастья, радости, любви. Ведь мы, Ольги, такие. Мы практически все принцессы и королевны. Люблю вас. Пишите мне в комментариях, какие темы вас еще интересуют. С вами Ольга. Всего вам самого-самого доброго и, конечно же, летнего, хорошего, солнечного настроения. Под мирным голубым небом над головой. Моих орок. Люблю вас всех. И привет вам из нашей солнечной Италии, из замечательного города Виареджа. Субтитры подогнал «Симон»